Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый Коллекционер. К сожалению, этот выпуск также не будет о монетах, антиквариате или нумизматике. Я бы хотел прокомментировать свой первый ролик, который у меня вышел утром на эмоциях, после того, что произошло у меня под окнами в городе. Я обратился к своим коллегам из России, блогерам, монетным каналам, которые снимают эту тему, с тем, чтобы они прокомментировали и как-то призвали властей своей страны к тому, что не стоит как-то военным путем бомбить или отправлять армию в Украину, на что несколько участников мне сказали, что они не могут просто-напросто поделиться этим роликом, потому что, во-первых, общество российское не поддерживает эту тему, для них вторжение в Украину это абсолютно нормальный процесс. К сожалению, пропаганда работает таким образом, что они отстаивают свои интересы, защищаются, вводя на территорию другого государства, которое не вводило войско в Российскую Федерацию, никаким образом не провоцировало агрессию. Кроме того, людей, которым я написал в личку, сказали мне, почему они не смогли поддержать данное предложение перепостом или хотя бы выставить пост или новость в своем сообществе, в группе. Первый формат – это, конечно, боязнь непринятия. То есть некоторые мне блогеры написали, что их не поймут, их будут осуждать, возможно, какое-то будет преследование. Вы знаете, что в России такое может быть, да, за какой-то неугодный пост или сообщение могут возникнуть серьезные юридические проблемы, и поэтому некоторые люди не стали это делать, потому что боятся. Вторая категория – людей, которые не видят смысла. Они говорят, это все равно ничего не решит. Мы ничего не решаем, как Путин решит, так оно и будет. То есть люди, которые, возможно, выбирали, даже голосовали за этого человека какое-то время назад, сейчас понимают, что их голос ничего не стоит. И даже какой-то новостью, перепостом они не хотят поддержать или увидеть, почувствовать эту проблему. Когда у тебя что-то взрывается под окнами, когда у тебя есть шанс вторжения танков. Танк российский, суки, по-троещине. В твой город, когда ты находишься буквально в 4 километрах от выстрелов, да, танков, ты по-другому воспринимаешь эту ситуацию. Я вам скажу, как человек, который это воспринимает, и это меня очень расстраивает. Это безумно, безумное напряжение для меня. А если представить себе, когда это мать с ребенком, которые не успели выехать куда-то, как они себя чувствуют при этом на своей территории, в своем городе, по решению другого какого-то человека с другой страны, который решил вот таким образом воздействовать. И третья категория людей, которые мне ответили, что нет, Россия вперед, вообще вы бендеровцы, и вас надо как бы проучить. И некоторые фразы просто это вещи, взятые из пропаганды, которая крутилась и крутится сейчас в России. Просто я сейчас вам не буду говорить какие-то конкретные цитаты из этих вещей, но они просто совпадают идентично. То есть людям вложили в голову определенную мысль. Конечно, все мы откуда-то берем информацию, какие-то у нас мысли, но мы же видим, что вокруг, мы же можем анализировать. Несколько человек мне сказало, что действительно это проблема, война это плохо, но мы не сможем разместить, прости, пожалуйста, так вот у нас там другие особенности, но мы тебя поддерживаем, понимаем и просто не сможем. Вы знаете, хочется привести пример одного из российских блогеров, который набрал серьезный статус побольше, чем любые монетные каналы или вместе взятые, и не побоялся ответить, не побоялся снять видеоролик. Человек Валентин Петухов, его ссылочку на ролик я оставлю в описании. Человек, который высказал позицию, высказал ее очень аккуратно, мягко, чтобы, конечно же, не вызвать какой-то супер-хейт в свою сторону, но человек не боится высказывать свои позиции. И мне очень приятно, что я лично был с ним знаком, когда он приезжал в Киев, бывал у него на мастер-классах, удалось даже пообщаться, взять небольшое интервью. И я понимаю, что каждый решает сам, как на это реагировать. Можно промолчать, даже никаким образом не отметить у себя в сообществе эту всю ситуацию, как будто бы этого нет. Но, друзья, это есть. Сейчас Украина живет именно в таком состоянии. Каждый день мы слушаем выпуски и доклады президента о том, что происходит, сколько раненых, какая ситуация. Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Поверьте, я не желаю никому такое испытать. Хоть и бывают люди, которые отвечают на такие комментарии, что тебе нравится, когда Россия вперед, но представь, когда у тебя в городе будут слышны взрывы, и на территорию твоей страны другая страна вторгается и дает разрешение ввести войска. Но какое бы вы испытали, когда вы сидите со своей женой, с детьми, какое вы испытаете чувство, например, в данном случае. И хочу поблагодарить всех тех людей, которые сегодня вышли, которые не побоялись выйти из Санкт-Петербурга, в других городах в 7 часов вечера. И сказать свое отношение к этой ситуации. Просто прийти на обычный мирный пикет. Я понимаю, что это действительно в России сделать очень сложно, потому что за это вас могут каким-то образом наказать. Хоть и Россия заявляет, что нет никаких таких задач, но когда есть оружие, которое стреляет, оно может задеть и мирное население. И еще я хотел бы обратиться к тем, кому эта тема не безразлична. Не остановляйте этот конфликт, как будто бы ничего не произошло. Вы посмотрите телеграм-группу, посмотрите каналы, что происходит в мире. У меня сегодня был разговор с одним из своих знакомых, который буквально случайно я с ним познакомился в Германии. И он позвонил мне в Facebook спросить, а как ситуация от первых рук? Что сейчас происходит в Харькове? Какое состояние вы испытываете? Чего вообще вам не хватает? И когда ты видишь, когда люди выгребают продукты... А в какое время привозят хлеб? Да уже сегодня не привезут. Сегодня не привезут? А завтра? Да, ну что же, знаете... А завтра как? А завтра как что-то. Они пока неизвестны. Ну утром в основном, или днем, или вечером. Ну вот сегодня обещали в 10, потом привезли вот только. Ничего нет в аптеках, в магазинах не работают. Друзья, это просто ужас. Друзья, хотелось бы завершить на какой-то позитивной ноте. Я вижу, как реагируют на всю ситуацию руководство страны, военные. Огромное спасибо нашим военным, которые стоят сейчас и защищают родину, защищают Украину от таких вот всех некрасивых и опасных ситуаций. Пусть даже для кого-то это и защитный, но на самом деле это нападение. И не нужно подменять факты. Всем добрый вечер. Лидер фракции тут. Голова Офису Президента тут. Премьер-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі мы тут. Наши воинковые тут. Громадяне суспільства тут. Всі мы тут. Захищаем нашу незалежность. Нашу державу. И так будет и дальше. Слава нашим захисникам. Слава нашим захисницям. Слава Украине. Героям слава.